Добрый день! Мы после прохождения лекции на этой неделе сейчас переходим к практическим. И я показываю, что, смотрите, практические и СРС совпадают вплоть до предпоследней СРС, то есть до выбора исполненного механизма. So, the independent work of students and practice, they are similar until their choice of actuator. So, choice of actuator, the task is similar for independent work and for practice. And then there is difference. А потом идет разница. So, for independent work, there is just choice of indicators. То есть в последней СРС там идет выбор индикаторов, выбор датчиков. Because each of you have your own project, and for each project there are different indicators and different parameters to indicate. Потому что у вас у каждого свой проект, и у вас свои датчики и свои параметры, которые надо измерять. So, they will not be similar, first of all, and there are short list of them. И у каждого они будут свои собственные, да, разные отличающиеся, и будет короткий список каких-то датчиков. А на практике мы будем проходить каждую тему, которую мы проходим по лекциям. So, after actuator, next practice will be temperature-measuring-device choice. То есть после исполнения механизмов, первым мы будем выбирать датчик температуры. Если у вас есть измерение температуры в вашем проекте, то вы будете выбирать датчик под свой проект. While if you don't have the temperature, you don't need temperature indication in your project, then you should ask the task from me. Тогда как если у вас нету измерения температуры в вашем проекте, вам нужно будет запросить у меня какое-то описание, да, чтобы выбрать датчик температуры. Did you understand? Вы поняли? Okay, so before, before starting the practices, yeah, maybe even today, you should re, 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 You should look at your project, yeah, and decide whether there is such measurements as we will do in practice or not. То есть вам нужно будет посмотреть еще раз на ваш проект и посмотреть, есть ли там те измерения, которые мы будем делать в практике, в практиках. So, will there be temperature measurement, pressure measurement, flow measurement, level measurement, weight measurement, density measurement, force and torque measurement, and gas detection. То есть вам нужно вот посмотреть, будет ли у вас измеряться температура там, будет ли измеряться давление, будет ли измеряться поток чего-то, да, будет ли измеряться уровень какого-то материала, будет ли измеряться вес, будет ли измеряться плотность, будет ли измеряться сила или момент вращения. И будет ли измеряться, и будет ли измеряться, будет ли измеряться, да, поиск газов каких-то. So, if there is no, you should give me the list of measurements, the practices, where you will need your some kind of variant. И вы должны мне дать списочек, каждый из вас, по каким практикам вам нужно подготовить описание краткое. Окей? Понятно? Because we will at the lectures discuss exactly how the exact measuring devices work and which measuring device where to apply. Потому что мы на лекциях будем проходить, как различные датчики работают и как и где лучше их применять. And you should practice a little bit how to choose them. И вам желательно понять, как вообще, по какому принципу их выбирать. The thing that I want to say to you, that there are exactly some specialists that are working just on choosing the exact device for exact process. In Russian, their specialty's name is KPI engineer. То есть, вообще, есть полноценное чисто направление специалистов, которые занимаются только тем, что подбирают непосредственно конкретные устройства, исполнительные механизмы и датчики под конкретные процессы. И они неплохо зарабатывают. Специальность называется KPI engineer. Можете посмотреть даже, допустим, в HeadHunter, сколько они зарабатывают, и вообще, может быть, кому-то будет интересно именно это. Okay? So, but even if you will not work as a KPI engineer, it can be very convenient to know how to choose the exact devices to make your own project, for example. Even pet project, not work project. Но выбор устройств – это полезный навык, который вы можете использовать не только как будучи KPI-инженером, но если вы будете делать что-то для себя. Даже, допустим, не для работы, а какой-то домашний маленький проектик. Okay, so, last thing that we have discussed is, let's start with the beginning. Yeah? We have discussed how to make the task setting. Yeah? Давайте начнем сначала. Мы с вами обсуждали, как сформировать задачу. Так? We have discussed how to draw the functional scheme. Мы с вами обсуждали, как делать функциональную схему. Мы с вами теоретически обсуждали, как делать программный алгоритм. Do you need the example of making the program algorithm and block scheme and flowchart, sorry? Вам нужно показать на практике, как делать программный алгоритм и блок-схему? Or we will skip it? Или нам можно это пропустить? Because we have discussed it long enough. Okay. Requirements formation. Формирование требований. Let's make it in practice or skip it. Формирование требований мы тоже обсуждали. И на лекции немножечко вообще, как это правильно сделать. Сделать пример или пропустим? Дима? So, Leonид is saying that the requirements, he needs an example for requirements. Yeah? Эдуард? Дима? Дима молчит Думаю, надо Хорошо, Дима, вопрос Остальные, вот четвертый С требованиями Остальные практически Понятно, как делать? Или вам все-таки стоит Их еще раз показать? Да, понятно Алгоритм блок-схемы тоже знаете, как делать? Сделайте без проблем Сейчас спрошу, посмотрю, как сделают другие Поехали, сделаю Дима, если что Одна из последних лекций По проектированию ИИС Которую я выложила в Ютубе Там мы как раз-таки Разбирали практика Проектирование ИИС-практика Я там расписывала, показывала Как делать алгоритмы и блок-схемы Можете там сразу посмотреть Не ожидая, пока ваши коллеги сделают Хорошо? Да, хорошо Вот там, тем более на русском Вам будет понятнее, четче, как это сделать Хорошо? Да, да, да Let's then discuss The requirements So, we have Three Three tasks Yeah So, first To form Step-by-step Technical requirements For chosen solution Yeah Then Choose one requirement As an optimality criterion And then Form list of Other limits For other requirements Of the future system Okay Let's Copy them Open Open the Word Three Tasks Yeah Of course There should be Proper Format Of course There should be Title list Yeah Some There should be And the name of the practice, goal, all of this should be on the list. First, form step-by-step technical requirements. As I said to Leonid, it's more convenient to open lectures that you have about the requirements, not to imagine every requirement by yourself. It's easier to use the requirements that you have in the lecture. Where it is. Economic requirements, okay. Skillability. Skillability. No, no, let's wait for the next one. Добавил субтитры Алексею Дубровскому 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 И вам нужно примерно прикинуть в голове, представить, какое расстояние и какой угол допустим для вашего проекта. For example, if the baby carrier will locate itself with difference of, I think, till 5 centimeters, it will be ok. То есть если ваша вот эта коляска будет по расположению ошибаться в своем местоположении где-то сантиметров на 5, ничего страшного не случится. So we can say that accuracy requirements are for distance. Here Plus, minus, plus, minus 5 centimeters. Yeah? Yeah? Then, if we will speak about the angle of allocation, yeah? What can be the difference that is ok for us? What can be the error that is ok for us? So, till I think that nearly plus minus 30 degrees will be ok. Or it's too big. До 30 сантиметров слишком много, да? Давайте. How do you think? Or 30 degrees will be ok. То есть если у нас направление будет с ошибкой до 30 градусов, это сильно критично? Как вы думаете? Как вот если представить, что коляска едет? Или стоит поменьше сделать? Или 15 тоже много, как вы считаете? Давайте представим. So let's imagine how it works. So if the person is moving the baby carrier and it has the error of 50 degrees, I think it will be enough. То есть если человек, давайте представим, как человек будет толкать, если он ошибется градусов на 15, это не критично. I think even the 30 degrees will be normal because the speed is not very big and the carrier can move a little bit to other side if the error will be exactly 30 degrees. Мне кажется, что даже 30 градусов будет достаточно, потому что скорости небольшие и коляска может скомпенсировать эту ошибку чуть позже. But let's do 30 degrees. Sorry, 50 degrees. Okay, so this is the difference, the accuracy requirements. So the indication should be not bigger than 5 centimeters and not bigger than 50 degrees. And then when we will apply, choose the exact devices and apply it, then we could calculate the percentage of this accuracy. А потом уже, когда мы будем выбирать конкретное устройство, там уже можно будет просчитать, ну и уже собирать конкретное устройство, все устройство робототехническое, там уже можно в процентах будет просчитать. Okay, so reliability and safety requirements. As the baby carrier is not... So if the baby carrier will switch off, yeah, if it will break down, no supplying materials will be lost and there is no any damage for a person. So I think that safety requirements, I think that there is no safety requirements. So we can divide it into two. Reliability and safety. То есть смотрите, у нас коляска, если сломается, да, и перестанет ехать, то у нас никаких материалов не потратится, да, никто не пострадает, потому что он, коляска у нас, у нас по требованиям, она едет сама только когда ребенка в ней нет. Так, если ребенок в ней есть, то толкает человек, значит требований по безопасности нет. Соответственно, мы пишем, что нет требований по безопасности. So, if I imagine your projects, while I imagine your projects, as I imagine, Леонид will need safety requirements. Эдуард will not need safety requirements. Как я, насколько я помню ваши проекты, у Леонида нету требований по безопасности, у Леонида должны быть требования по безопасности, because the device will work with a live animal. Потому что он будет, его устройство должно будет работать с живым, живым существом. А у Эдуарда, по-моему, нет требований по безопасности. Тогда как Дима еще не сформулировал задачу полностью. That's why I cannot say if there will be safety requirements or not. Поэтому я не могу сейчас сказать, будут ли какие-то требования по безопасности или нет. Okay, second one is reliability requirements. Let's think. As we discussed before, to make a system more reliable, it impact on the cost. Мы знаем, что чтобы сделать систему более надежной, если мы будем делать систему более надежной, то это повлияет на стоимость. While baby carrier should be as cheap as possible. Тогда как коляска детская должна быть максимально дешевой. Because people need baby carrier for short period of time. Потому что коляска нужна людям достаточно ограниченное время. That means that I will also write that reliability requirements are absent. So no reliability requirements. Поэтому я напишу, что требований по надежности нет. Because if the baby carrier will be broken for some reason, for some reasons, it's better for people to repair it somehow or even buy a new one. Потому что людям будет выгоднее и удобнее либо починить ее просто, либо купить новую. So I think that reliability is not the important requirement for the system. Поэтому я считаю, что надежность именно для этого проекта, именно для этой системы не является особым требованием. Next. Environment requirement. Следующее. Требование среды. Yeah. Usually it consists of temperature. Sometimes it consists of pressure. But not in this, for this device. Then moisture. And dust. Yeah. То есть смотрите, в среда обычно подразумевается температуру, в некоторых случаях давление, especially for the technological processes, особенно в технологических процессах. Then moisture. Потом влажность. And dust. And sometimes vibration. Потом пыль. И иногда вибрация. So for temperature, it should work from plus, from minus 20 degrees to plus, plus 40 degrees. Yeah, I think that these limits are good enough. Of course, we are living in the areas, people are living in areas where there is possibly minus 30 and plus 50. But normally the baby carrier is used in such temperatures. 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 Да, конечно, у нас люди живут и при минус 30 и при плюс 50, но в среднем, в норме, коляску используют где-то вот в таком промежутке температурном. Maybe even less. Может быть, иногда даже меньше. So for example, some doctors say that it's not good to take baby outside if there is more than minus 10. То есть некоторые врачи вообще говорят, что если температура ниже, чем минус 10, лучше вообще не выводить ребенка гулять на улицу. But let's make it minus 12. The same with the highest temperature. То же самое для высокой температуры. It's not very convenient to take outside the baby if it's higher than plus 35. Не стоит вообще на самом деле по возможности вытаскивать ребенка, если на улице плюс 35. But when you are thinking about the limits for the requirements, it's better to take limits a little bit higher or lower than the parameters that you imagine. Но в любом случае, когда вы задаете пределы для требований, то желательно использовать, задавать эти пределы чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше, чем ту среду, которую вы предполагаете. OK. Moisture. There could be water, because baby carrier should work even if it's raining. У нас коляска должна работать и в дождь, поэтому у нас вода прописывается. Так, у нас осталось меньше минуты, поэтому дальше мы продолжим в следующем часе. Хорошо? Пока будет пауза, можете подумать по поводу вопросов по этой теме. Давайте тогда увидимся в следующем часе. Пауза. 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 Пауза.